Во-первых, я очень рада, я многих здесь не видела долго-предолго. И новые лица, и новые люди. Это так здорово. С кем не встречался год уже раз и пришли на мероприятие. Вам большое-большое спасибо всем, кто пришел. Сегодня у нас присутствуют новые люди. У нас замечательные студенты, первокурсники, медицинские студенты. Они поступили, проявили свои знания. Мы вас поздравляем с этим. Первый раз в первый класс, а первый курс надо все сейчас научиться. Проявить себя перед педагогами. У вас все получится, дорогие. Я думаю, наша дружба с вами продлится. И мы будем рады вас видеть на всех. Давайте. Я хочу сказать, что первокурсницей стала мама двоих замечательных ребят. Света Тимченко, которая для нас сегодня сюрприз. Приготовила Света. Мы все очень рады, отжимаем доброго пути. Потому что вот никогда не поздно учиться. Я все время это ребятам говорю. Сегодня у нас присутствует тоже Лариса Егоровна. Лариса Егоровна, представьте свою организацию. Пожалуйста. Мы сегодня вместе. Здесь не все, конечно, актив. Это организация ветеранской и дети войны. Микрорайона номер 5. С удовольствием приходили сюда отдельно. Некоторые уже здесь были. Я тоже первый раз посетила. Пришла, посмотрела накануне. И теперь вот мы, кто мог, сегодня пришли. И еще у нас гости Мариупольская и Горловка. Ирочка, Валя, встаньте, пожалуйста. Да, мои дорогие, мы рады вас видеть. Мариночка, встаньте все. Люда, сидишь. Вот, ну мы видим. Замечательно. Гусечка. Вот, спасибо, пожалуйста. Добро пожаловать к нам. Наша библиотека открыта. Вы можете приходить сюда не только группой. И отдельно мы вас всех с удовольствием запишем. Вы станетесь читателями. Фонд у нас великолепный. Он не только специфичной литературой обладает, адаптированной для людей с инвалидностью по зрению. Но мы принимаем людей всех возрастов и всех категорий. Поэтому мы открыты, поможем вам всегда. Библиотека имеет мощный такой справочно-библиографический формат, который позволяет выполнить какие-то справки. Может быть, вам что-то непонятно. Вы хотите получить разъяснение. Мы вас просто направляем. Консультирование идет в таком ключе. В информационном. Это одна из функций нашей библиотеки. Почему я немножко до мероприятия это рассказываю? Чтобы вы понимали, что мы открыты. Интернет у нас постоянный. Им можно пользоваться бесплатно. Прийти. Посмотреть то, что вам нужно. Если вам что-то распечатать нужно, по договоренности к библиотекарям вы можете это сделать. То есть выполняются различные виды услуг. Библиотека у нас входит в пятерку лучших библиотек России. Таких специализированных библиотек в России не так много. Но все мы работаем вот в таком вот накале страстей. Все читатели, которые к нам приходят, конечно, у читателей есть и свои потребности, и по возрасту, и по специфике заболеваний. Но профессионализм работников позволяет сделать так, чтобы всем здесь было комфортно. Коллектив у нас большой, дружный, слаженный. Вот сегодня мы выведели вот такая беда дня суета. Завтра у нас пройдет день города, с чем мы вас поздравляем. И завтра у нас будут прекрасные площадки. С самого утра, возле памятника Лермонтова, наши библиотечные работники, и не только наши, всего города ждут вас на интересных площадках. Вот нашему отделу доверено провести площадки с художником Екатериной Ахрименко, которая будет создавать иллюстрации на прекрасные стихи Екатерины Петровны Полунинской, на детские стихи. И вот вы можете к этому присоединиться. Мастер-класс по изготовлению закладок будет очень интересный. Это Дмитрий Некрасов проведет этот мастер-класс. Закладки эти столярные, то есть это дерево, это вот все, вот такая вот интересная инсталляция произойдет. Естественно, вас ждут различные выставки. Вот, я думаю, вам все понравится. Бук-кроссинг, вы сможете взять бесплатно книги, которые мы вас с любовью для вас приготовили. Ну и, конечно, бери открыты для Донецка, Луганцев. Мы хотим, чтобы вам здесь было комфортно с нами, хорошо. Без боли этой в сердце мы вас будут в объятия свои принимаем с радостью. Сегодня, я думаю, у вас тоже в конце мировой одежде ждут сюрпризы, которые вас всех порадуют. Вот, музыку сегодня не включаю, потому что идет большое отвлечение на это. У нас прошла череда мероприятий танцевальные, различные, виниловые. Существует у нас пространство виниловое, где мы слушаем пластинки, тематические вечера делаем. Сегодняшняя наша встреча направлена на осень. Ну, красавица осень везде, да, заворожила. Я даже сегодня подразделась, потому что мерзла вот эти ленивки. Ну, думаю, сегодня я это сделаю. Ну, хочу сказать, что, ну, что бабье лето, тут половина из нас, да, женщин. Хочу сказать, пора благости, радости встретить плоды не только жизни, но и то, что есть. Вкусненько, веселый, чтобы было. Ты прям вот картинка. Злати Олеговне, что ты удрученно засыпаешь. Вот, на самом деле у нас много и молодежи ходило, которые сейчас переместились в серьезные развивающие центры, в которых их дальше просто все птенцы, которые вырастили, выросли, они дальше полетели строить свои гнезда и создавать свои организации. Вот, ну что, осень чем вообще привлекательна? Наверное, своими историями. Мы с вами сегодня и поиграем. Но мне хочется начать с любимых наших вот людей, которые трудились. Труд на земле тяжелейший. И с большим уважением мы сейчас выслушаем ваши истории. Самый смелый, я знаю, человек здесь уже есть. Вот мне какую-то историю рассказали про какого-то интересного козла. Вот, что за козел в огороде. Мы сейчас, наверное, узнаем эту историю про козла в огороде. Давайте с ней мы начнем. Людмила Васильевна. Как ты, как годы на приеме? Людмила Васильевна. Пожалуйста. Что вас все видят? Ну, тогда здравствуйте. Горбунова. Людмила Васильевна. Как-то неожиданно сразу. Ничего. Все отлично. У нас ничего. Значит, вот хорошо. Я не буду рассказывать только про козла или козлику сразу. Я просто расскажу, что мне пришлось вот в августе побывать в селе. Родственники там. У них хороший дом. Это просто к делу относится. Поэтому я говорю. И самое главное, что, значит, находишь во двор виноградник вьющийся очень много. Напротив дома кухня. И между ними чуть дальше большая груша. Это просто относится к делу, к этому месяцу. Значит, первое, я сразу обратила внимание на что, как только приехала, меня встретила, прибежала первая не хозяйка к воротам, а здоровая овчарка. И причем, она спокойно пустила меня во двор. Я даже знаю, как кличку ее и все. Но я была у них уже давно, не соображу. И поздоровали со мной, выскочили все, кто можно. И меня сразу предупреждают. Бабушка, что хотите делать и только ни за что не уберитесь. А как это? А я зашла, а у них столько цветов, масса всего. И я сразу направляюсь к этим цветам. Ну, я вообще-то сельский житель по жизни была. Я не так давно в городе. И я к этим цветам. И они так стоят, а собака за мной. Ну, я чего-чего. А у них такие мальбы красивые, белые. Ну, знаете, такие вот мальбы розовые, белые. А у них белые, вот как цветок невесты. И нет же, я наклонись и этот цветок понесу, посмотри. А на меня собака срала. Думаю, нифига себе. И сразу говорю, что это зараза. А мелкая кричит бабушка, не зараза, а заноза. Я говорю, кто заноза-то? А там еще заноза стоит, в другой стороне. Ну, ладно. Ну, и вот так. И куда я не пойду, за что не возьмусь, там сразу. И потом я предупредаю. Теперь уже ни за что не делить. Я иду, выносят, дочи выносят кошкам, собакам поесть. Я почему сейчас рассказываю? Все, что я говорю, я вам покажу все на видео. У меня все, не все, но что-то зарегистрировано на видео. Подходит кошка, есть большой такой котяра, называется Бой, зовут его. Этот Бой садится около этой миски и лапой ест. Лапой. Сам стоит, а лапой ест. Я вытаращилась, ничего, что это еще за фокус. И он ел, пока съел все, что там есть. А то, что осталось, он наклонился, вырезал и ушел. Вот, хоть и тихо. Вот, хоть и тихо. Теперь, значит, второй, вообще в этом доме много животных и больших, маленьких. Попозже, это уже было, правда, буквально вчера, но это уже мне прислали видео. У них маленький туэтерьер, крошечный. Он танцует и стоит ровно-ровно вот так на задних лапах. Это тоже у меня все есть видео. Но это все, ладно, это все. Ну, прошло несколько дней, я у них побыла и смотрю на верху, на груши. Груш уже нет, они были ранние. А в верху висит несколько груш. А я человек такой, я всегда любила лазить по деревьям. Ну, я в горах ходила, я по деревьям. И тут я решила, что я залезу на эту грушу, я хоть струкну эти груши. Ну, это не в тот же день, просто время проходит. Все это не в одно время, поймите вы меня правильно. Короче, я хожу, я, значит, по огороду и что-то я... Я уже не помню, что я начала делать, как несется на меня коза. Я, значит, что делать, я сразу, там, где-то стоят инструин, вот эти все для огорода. Я сразу затяпку и думаю, она мне сейчас на рога посадит. Она вообще-то комовая, а рога у меня нет. И, а сама же отхожу задом. Вот она меня, идет на меня, козырелый, что-то. Выходит племянница, говорю, тюк, да вы не переживаете, ничего. Да как не переживаете, она сейчас кинется на меня. И все, эта коза, она говорит, нет. И вдруг эта коза поворачивается и убегает. И убегает, у них кухня, я уже сказала, около кухни маленькая пристройка, и около пристройки еще там есть. И она по этим, как, по ступенькам на эту кухню. Я говорю, нифига себе, бегает по кухне. Я, значит, туда за ней, чтобы согнать ее с кухни. Она в ту сторону, она играет со мной. Я туда-сюда, потом мне говорят, да вы же мне лучше не бегаете. Вы сейчас уйдете, мы уйдем, она спокойно спустится и все. Просто она играет. А следующий, значит, день, там прошло время, решила, я чуть-чуть перескочила, решила отрихнуть эту грушу. Подхожу, а никому ничего не сказал. Я скажу, они придут, и сама соберу, как бы, ну, сюрприз сделаю, груш я с хорошей сверху. Рядом стоит лестница. А лестница такая легкая, они, наверное, мужчины, да еще, знают, такие я сейчас, как пластиковые. Я вижу, она очень легкая, она складывается. Я беру, переставляю эту лестницу груши. Залазу на груши. Ну, и решила так, отрихнуть старинную калюту. Только я повыше залезу, как за мной лезет коза. И она, когда уже до конца дорезла, она же быстро, и я на нее пошла вон отсюда. Я не знаю, как получилось, то ли она испугалась, то ли, может, я испугалась, то ли, что она прыгнула дальше на груши, а лестницу, она ногами с лестницы упала. И сижу я на этой груши, не знаю, что мне делать. Ну, и я спокойно, значит, уже тут не до груши, я думаю, как же гуслая. А она по этой груши и прямо на виноградни. И виноградник, ну, знаете, вьющийся такой, на нем эти такие перекладины. Арка. Да, арка. И она полезла в этой перекладине, и между этими перекладинами она застряла. Упала, обеих, всеми четырьмя ногами, она, это не блюда, она туда застряла. Но я это уже не видел, я как бы не видела, я уже потом мне видео показали, я же сверху, я выскочила, я кричу, что помогите же мне в конце концов. Ну, я, правда, трухнула, посмотрите, грушу, там полетели груши. Выскочили, поставили, ну, и сразу. Главное, за этой козой, за меня забыли. Я на полный слез это говорила, и сколько, просто заметались, а она висит, у нее все, и жрет виноград. Да, потом, ну, позвали соседи, там соседи пришли, так же ее оттуда снимать, там поставили стеремянку, и снимали ее оттуда. Она, она миску от меня расстроилась, там уже. Сняли ее, а потом сняли меня, поставили лестнице, сняли меня. Вот еще, интересно это или нет, но это все правда. Это я вам всего особо обновидела. Мы вам верим, мы вам верим, да, интересно. А мне не все эти, как бы, эти факты, ну, вот такое вот дело. И еще, котенок, я тоже как-то удивилась, купила, значит, внучка, у меня туфли, стояла, туфли одела, там прошла, что нет. Котенок стал играть с туфлями. Видно новая, наверное, кожа, может быть, хозяйка, потому-то запах или тоже это есть. Как он облизывал эти туфли, как он залазил в них туда, и лег на них, и играл с ними с туфлями. Ну, вот просто семья там очень любят. И еще уже не очень приятную вещь, ну, я пошла к внучке, она не так далеко живет, у меня дочери, племянница моей. Она мне говорит, а я вам, знаете, покажу сейчас, что я покажу, что там. Она, пойдемте, говорит ко мне, там у нее, ну, сарай, как в селе называют, все, там всякий барахол лежит. Только выглядит дихонько, заходите, думаю, сарай, дихонько, дихонько. Она приоткрывает дверь и стучит вот так-то в дверь. Она постучала, смотрю, она, а там всякое барахло, всякий хлам, все, что угодно, и визит, сидит розовая сумка. И когда она постучала, а из сумки вылазит Миша. А наши следующие считали, все, один пошел, второй, третий пошел. Ты что вообще? Это тоже наши братья. Первый пошел. А что ты их уничтожаешь? А это что, они тебе мешают? Ничего. Это все правда, это на все, потому что на все есть. Спасибо. На самом деле, вот из таких простых историй складываются рассказы. Я предлагаю вам все это не на видео, а запечатлеть на бумаге. И когда-нибудь прочитать своим внукам, может и правнукам. Ну что, а мы с вами дальше, потому что историй, я думаю, у нас много, да? На самом деле, ну чем приятно усить? Своим урожаем. Мне бы хотелось вот эту вот корзину обратить внимание. И я понимаю, что это редкий вот прям помидор, недавно срезанный. Кто же это вырастил, эту красоту? Можно увидеть? Любимила Петровна. Любимила Петровна, моя дорогая. Я вот так вот аккуратно, да, я просто вот так, можно, чтобы вот так... Вы просто посмотрите, какой труд. На самом деле, мне кажется, мы выживем только благодаря любови к земле, к родине. Вот без всякого пафоса. Если вот будем уметь вот это делать, да, уметь любить землю, это дорогого стоит. То есть у вас есть какие-то секреты, Людмила Петровна? Скажите нам, пожалуйста. Есть какие-то секреты? Да никаких особых секретов нет. А в общем, мы просто целый день в огороде, да? Просто все надо вовремя посеять, вовремя посадить, вовремя подкормить, вовремя подрыклить, вовремя полить. И собрать. Скажите, а у вас большой участок, вот где такая красота? Да, стюня. Небольшой? Ну, сотка, две? Ну, максимум, да, двух не будет. У вас это дача или дом? Нет, это половинка из молодого дома, вот же из 10-го лице. А, знаю, да, я поняла, улица Баумана и вот туда... Нет, за что, Пономарёва, 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 да, все. Я с 13-го. Вот, а 10-й, да, улица Пономарёва, ну что, там теплее, наверное, да? Потеплее, чем у нас. Мамайка. Да, ну, дорогие мои, чтобы все не завидовали того бы урожая, мы с вами все вместе сейчас немного поиграем, да? Любопытный красный нос, по макушку в землю врос, лишь торчат на грядке зелёные пятки. Что это такое? Мамаковка. Ой, молодцы, можно опором. Дальше. Блинкой была, всю воду пила, повелела, растолстела, словно сахар захрустела. Лето прожила, много нажила, одевалась, одевалась, а раздеться не смогла. Как пусто, молодцы, зелёный он и усатый в ста карманах сто ребят. Золотой он и усатый в ста карманах сто ребят. Что это? В рук? Нет. В ста карманах сто ребят. Сейчас вот созрел его, собирают. Нет. Дорог? Нет. Ага, ага, и не ответили. А кто же знает? Золотой он. Колосок. Колосок. Правильно. Не усатый. Не усатый. Нет, нет, не усатый. Правильно. Вы что? Колосок. 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 Хребный конец. Вырос из зёрнышка. Слушаем внимательно. Вырос из зёрнышка золотое. Выросло из зёрнышка золотое солнышко. 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 Молодцы все знают. Как мы всё знаем. Был зелёный плод, не просился в рот, положили в ложку. Он сменил одёжку. Красную надел для еды пасты. Помидор. Помидор. Весною повисло, всё лето кисло, а сладко стало. На землю упало. Яблоко. Раскололся тесный домик на две половинки. И посыпались оттуда бусинки, дробинки. Фасоль, горох. Ну, правильно. И фасоль, горох. Правильно. Молодцы. Из зеленых густ на грядке вырос куст. Покопай немножко под кустом. Как хорошо. Ура, она выросла. Характер у него гадкий. Он вырос на грядке. Куда не прибёт всех до слёз. Ого. Молодцы. Студенты уже отвечать стали. Цветок медовый, а плод пудовый. Тыква. 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 Ой, молодцы. Господи. Кредиты. Последняя заката. Красная репка в землю засела крепко. Захакал её, да в котёл. Будет борщ у нас на свекла. 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 Молодцы. Ну, на самом деле, о пользе овощей и фруктов говорить не надо. Вот скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимый овощ, фрукт? Вот так вот прям с места. Вот я знаю, один читатель, которому уже недавно исполнилось 90 лет, сказал, вы знаете, я захожу в свой огород и не могу наесться этих помидор. Стефан Сергеевич, ну, скажите, пожалуйста, что же это за помидоры у вас там помидорки? Стефан Сергеевич, дорогой, ну, расскажите, что у вас там за помидоры медовые? Ну, как же, кто его знает, что, но я их люблю, интересно, они хорошие. Ну, конечно, вот эти, что покупают, это дерево, это не помидоры, а дерево. Валечка с работы принесла, там, угостила, говорит, это у меня хорошие помидоры, а он как железный. А у нас помидоры, утеплиться, правда, не на дворях, утеплиться было. Это объедение. Шкурочка тоненькая такая. Разрежешь, он мягкий, ну, не знаю, как вам сказать, очень-очень. Не надо ничего сказать, вот разрезать и все поймут. Пока не режут. Я когда, там у первичка было, это давно. Дачный день, или как его называют, там. Ну, и принес, я говорю, помидор, сейчас нет таких, сейчас поменьше, а то, где, ну, 950 грамм, ну, в общем, просто килограмм. Ну, и положили, а когда кончается все, и все на восхват, значит, кто что захватил, ну, они говорят, только кончилось, это мы на семена, помидоры. На второе, ну, на второе, когда пришли, собрались, ну, как, да мы его съели, не вспели, не повернуться. Ну, конечно, такой помидор, потому что, ну, так что, и тростей никаких нет. Спасибо. На этом все, положите руку ко всему. Конечно. Вы знаете, на самом деле, вот такой вот урожай, собираемый, я могу сказать, и среди наших читателей. У каждого есть свои предпочтения. Урожай не только овощей, но и интеллектуальный урожай собираем. Догадываетесь, что у нас сегодня будет замечательное такое награждение. У меня экспромт полный сегодня. Вот дипломом награждается Валькова Анастасия за активное участие в просветительской онлайн-акции «Про нас», проводившейся в рамках празднования Дня Ставропольского края. Спасибо тебе, Настя, за твой опыт. Дорогая моя, надо получать приятные аплодисменты. Такая умница, пожалуйста. И, конечно, вот такой сюрприз на 3D-принтере мы для Насти распечатали такую сову, символ мудрости. Дорогая моя, собирайся, принимай участие. Настя еще помогает, как волонтер, развозить книги людям на дом. Мы тебе очень благодарны. Спасибо вам тоже большое. Дружба продолжается. И тебе новых прекрасных наград. Спасибо. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому мы сегодня вот так все. Мы не только о морковке, но еще и интеллектуалы у нас красивые, да? Да. Ну, на самом деле, я сегодня хотела очень еще подгадывать овощи, но иначе мы с ночевкой с вами останемся. Я хочу сказать, сегодня среди нас присутствуют очень интересные люди, творческие люди, которые, я думаю, сегодня мы услышим стихи авторов, которые вот здесь и сейчас с нами. Я хочу представить Ивана Мельника, с которым неоднократно мы проводили мероприятия. У Вани интересные сборники. И вот Ваня сегодня нам почитает свои стихи. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Спасибо вам большое. Светлая осень. Я люблю светлую осень. Листья, летящие вниз. Каждый листок на березе В чистую верует жизнь. Ветры деревья раздели. Плачет дождей и водопад. Осень крестилась в купеле. Птицами дни улетят. Ночи приходят все раньше. Сплин одолел и тоска. В сердце я осенью ранен. Что вкусом листьев терпка. Жень проживая пустую. Что мне сказать тебе, друг? Осенью сказку простую. Снова замкнет годокруг. Ночь переходит в унылый день. Пасмурно, сыро, в ногах листва. Только длиннее приходит тень. Осень вступает в свои права. Здесь не хватает теперь лучей. Яркость уходит в опавший лист. Стал холоднее лесной ручей. Осень прайс-лист раздает на без. Хмурость, депрессия и тоска ходят в течение осенних дней. Так же кончалась бычка доска. Вверх полететь или гнить на дне. Холод, депрессия и тоска вновь вызывают меня на бой. К небу взлетает моя рука и отвечает осенью. Хой! Повеление. 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 И еще люди, которые пишут и вот молчат. Мне бы хотелось, у нас проходило мероприятие Расулу Гамзатову, и рядом со мной сидела вот очаровательная женщина. Мы связываемся с библиотекой Дагестана, я же туда, все, у меня мысли там. И вот говорит, а я тоже пишу. Я говорю, ну, почитайте. И постеснялась. А сегодня есть повод. Мы ждем ваших творений. Марина Богданова. Марина Богданова. Я искренне на гости у вас второй раз. Так как-то получилось более серьезно. Очень хорошо. Ну, поскольку сегодня у нас осень и много говорим о дачах, то я вам непосредственно прочту стихотворение, так оно называется, «Хорошо всегда на даче». Само дачница, Марина дачница. Хорошо всегда на даче, но как же нам иначе? Туда едем отдыхать, прополоть и покопать, Посадить, полить, посеять, пошутить, Тоску развеять. Урожай, коль есть, собрать. Мы умеем отдыхать. День так быстро пролетает, Дел на каждый день хватает. К вечеру, как отдохнешь, Кажется, и выть начнешь. Только мы с другой породы, По душе нам огороды. Нас работы не сломить, Коль способны так шутить, Выть, все это не про нас. Сбор смородина сейчас. Красная висит созрела, Наполняя ведерко спела. Белая затем кустом, Налилась вся янтарем. Черная еще немножко, Повисит потом бы кошка. Не приходится скучать, Надо быстро собирать, Чтоб посыпаться не спела, Спела ягода вся в дело. Если интересно, Я могу прочесть Такое стихотворение про осень, Поскольку сейчас и осень. Конечно. Начну про осень. У меня несколько, Ну вот возьму первое, Какое там у меня лежит, Первое стихотворение. Осень. Разливает краску осень На деревья, на кусты, То дождями поливает землю, Реки и мосты, То окутает туманом, Поиграет с ветерком И опять берется красить, Не оставит на потом. Зад позолотые березы, Обоглянец для рябин, Ярко-желтым листик ленов Не обижен ни один. То закружит листопадом, Удивляя красотой, Как же ты прекрасна, осень! Погуляй еще, постой, Обойди свои владенья, Парки, скверы и леса, Разгоняет осень тучи И светлеет небеса. Солнце по небу пройдется, Заиграет краски все, Рады яркому светилу И осенней красоте. АПЛОДИСМЕНТЫ Слышно звуки скрипки И кларнет играет. Музыка так нежно В воздухе струится, Наполняет душу, Озаряет лица. Прекрасно. Спасибо, Мария. Спасибо. И сейчас пришло время Немножко поинкать. Так, дорогие мои, Давайте, кто больше Назовет овощей И в начале овощей. Ну, там прям по очереди. У нас здесь студенты, Которые любят помидоры, Я думаю, Светлочек. Так, ну что, И поехали в баклажаны. Так, баклажаны. Помидоры, Вот это единственное. Я морковочку. Морковочку. Очень люблю. Молодцы. Репа. А я, фрукты, Я люблю рекусы. Молодец. Сейчас тогда на фрукты переходим. Так, так, не спим, собаки. Очень люблю груши. Я принесла сюда На угощение груш Со своего сада. Я тоже люблю груши. Ты тоже груши. Молодец, Яночка. Ты тоже груши и огурцы. Молодец. И яблоки. Молодец. И Стефан Сергеевич любит. Очень. Помидоры тоже очень люблю. Любимое блюдо из овощей. Помидоры и огурцы. А вы что любите? Абрикос. Очень. Самое лучшее для меня. Очень. И аргуст. Аргуст тоже люблю. А вы что любите, Ирочка? Персики, сливки. Персики и сливки. А здесь там штука только молчит. Алексей Васильевич, Валентина Николаевна. Что любит? Все. Все едим с салатом. Ванечка, что ты любишь? Вишня еще не была. Вишня уже была. Вишня была. Да. Вискрыли от тебя. А вы что любишь? Молодец. Я не люблю, но... Гостя. Гостя. Я не нашла. Я бы по-любилю. Лук и свеклу. Вот это мужской выбор. А вы что любите? Я не знаю. Ветху. Я не знаю. Все люблю. Все люблю. Мекторизм. Мекторинич. Ой, мекторины. Я тут мекторин. Мекторин. Да. Дорогие мои, ну я хочу вам сказать, что мы-то с вами здесь так все прекрасно вырастили, но есть земли, которые нами тоже любимы, испокон веков, и на которых тоже, я знаю, вот кинул семечко, и оно выросло большим, серьезным деревом, или кинул, и вот такие орехи. На этой земле я бывала и не раз. И могу сказать, восхищалась всегда. Мне хочется, чтобы и дальше эти земли процветали. И, Ирочка, мы хотим сказать, а вот что вы выращивали или, может быть, покупали? Что необычного такого? На Украине. На Украине. Что вот любимое такое? Расскажите нам. Здравствуйте. Немножко представлюсь. Немножко представлюсь. Меня зовут Ирина. Мы волей судьбы с семьей прибыли в Ставрополь в прошлом году, в апреле месяце. Ставрополь принял нас очень тепло, да, с Мариуполя очень тепло, стал нам вторым домом. У меня муж служил в Ставрополе в советское время. Родственники живут в России. В общем, очень тепло и хорошо нам здесь, в Ставрополе. Украина очень богатый край. Да, Украина очень богатый край. Тоже земли очень богатые и урожаи у нас богатые. Очень выезжаешь из Ставрополя напоминает поля наши. Один к одному. Я не дачница, к сожалению. Но у меня есть подруги и друзья, которые дачники. И мы на дачах собираемся и помогаем урожай собирать своим друзьям, знакомым. Отдыхаем на даче. Очень люблю яблочки. И вот хочу рассказать историю с яблоками интересную, небольшую. Я педагог, 37 лет с детками. Работаю в детском саду, да. И был такой случай. Подруга привезла яблоки с дачи. Она говорит, угощайся. Я говорю, отлично, спасибо большое. Угощусь сама и угощу на работе коллег. А няньке у моей было как раз день рождения. Думаю, что ж такого оригинального ей преподнести. Подарок-то понятно. А что-то хочется такое неординарное с юмором. Думаю, обыграю яблочки. Возьму, поделюсь. Прихожу на работу. Деткам обращаюсь. Дети у нас сегодня оимененятся. Наша нянечка, которая вас кормит, одевает. И все, как говорится, помогает. И у нее сегодня день рождения. Спели ей хоровод, каравай. И я достаю яблоки. И говорю, а это, дорогая Валентина Александровна, это тебе волшебные наливные молодильные яблоки мы тебе дарим. Чтобы ты всегда у нас была молодая и красивая. Но, говорю, много яблок нельзя есть. Потому что, если ты начнешь сразу много яблок есть, ты сильно помолодеешь, а потом вообще превратишься в ребенка. Ну так, пошутили, дети так смотрят. Она, ну давайте, давайте, мой подарок. Забрала яблоки, стоит, начала, откусила, съела одно яблочко. Ой, вкусные какие, яблочки, еще одно возьму. Съедает второе яблоко, и тут вдруг ойкает, айкает, и падает на колени. Ой, уменьшаюсь, уменьшаюсь, становлюсь маленькой. Дети смотрят такими перепутанными глазами, поворачиваются ко мне и говорят, Ирина Борисовна, вы что сделали? Зачем вы дали столько яблок? Теперь наша Валентина Александровна станет маленькая. Кто же нас будет кормить тогда? Вот такая вот смешная история. Да, с яблочкой. Да, и еще хочу сказать, сейчас очень хорошая пора. Уже не лето, но еще как бы и не осень. Потому что еще зелени очень много. Только-только, как говорится, мы говорим об осени. И еще на дачах и в лесу слышны птичьи голоса, еще птички не улетели. И я с детьми практикую релаксацию. Хочу сказать, что здесь в Ставрополе, я работаю в добровольческой организации Доброград с детками нашими, переселенцами, которые... Да, 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 с Валерией Валентиновичем. А мы знаем. Да, которые требуют большого внимания и реабилитации. Мы водим их и к лошадкам организовываем, и сладкие я организовывала экскурсии на завод Бороженого. Да, ну, педагога, да. Работаем. И практикую релаксацию, это однозначно с детками. Мне это очень хорошо помогает и воодушевляет, и вдохновляет. И включаем музыку спокойную и переносимся в лес. Например, там в сад, на дачу. Слушаем птичек. Простите, пожалуйста, хоть в помещении нельзя свистеть, но я немножко посвящу. Так. Сейчас. Сейчас. Да, ну, в общем, соловушку слушаем с детками. Я хорошо свищу. Сейчас волнуюсь, наверное. Не надо волновать, а гадьку все сватить. Да, и вот приобрела для наших деток такую птичку. Были в Адыгее. Птичку-свистульку. Когда не получается, не выходят с ней. Надо помощь. Самой, да, нужна помощь. И вот такую птичку слушаем мы. Тоже сидим, представляем, что мы в саду, в лесу и слушаем птичку. Смотрите, какая красота. Да, они вообще не заболевают. Ой, спасибо. Спасибо. Вы знаете, ну, наверное, всем нам потом еще и релаксатся. Наверное. И, конечно же, хочется мне... Я как мальчик... Простите, как звали мальчика стихотворения? Ванечка. Ванечка. Я читала стихотворения и говорила, что не нужно уходить в депрессию. Жизнь такая штука, бывает разные повороты. Всегда нужно смотреть, я про себя говорю, всегда смотрю на жизнь с желанием, оптимизмом. Вот. И хочу стихотворение тоже осеннее прочесть, к вашему вниманию. Оно очень подходит по моему душевному такому состоянию. И как раз Ваня вернулся, сейчас Ванечка занимай свою позицию боевую и послушаем стихотворение. Да, кстати, Ваня, я говорила очень большое спасибо вам, что вы говорите, что осень это не время депрессии, а наоборот наслаждений. Вот. И нужно вдохновляться, конечно, природой. Такие слова. Я ухожу в осеннюю аллею, Бреду неспешно, листьями шурша, И ни о чем я больше не жалею, Осенний блюз поет моя душа. Я ухожу в осеннюю небрежность, Немного грусти пробуя на вкус, Кленовый лист задумчиво и нежно Кружится в вальсе, падая на куст. Я ухожу в осеннюю аллею, И пусть напиток осени не мед, Я каждый раз от осени хмелею, Не от вина, а от ее красот. Спасибо большое. Вы знаете, Борисовна убежала, это руководитель литературного нашего творческого объединения Ставрополь, но я думаю, вот еще мы с ней встретимся, и вы будете прекрасно в ее организации себя чувствовать и принимать участие в различных, вот именно поэтических мероприятиях, дорогие мои. У вас прекрасные стихи, прекрасные просто. Вот, с Ольгой Борисовной, вот Ларису Угорну познакомила вот на днях, я думаю, такая душа продолжается. Сегодня Ольгу Борисовну познакомила с Валентиной Немковой, с Горгуновой, с Дочкой, они поэтессы, поэтессы. Вот мои дорогие, да, ну и смотрите, у Илочки какие стихи. Это твой, это не мой стих, я только что про дело пишется. Это не пишу, да, я, вернее, я пишу стихи, но немножко такого характера. Да, как чувствует себя Горландо у нас? Вся в ожидании. В ожидании. Слово, слово. Я уже так отвлеклась, чтобы, видите, нужно собраться с мыслями. Я из Донбасса, из Горландо. У меня тоже был большой огород и сад. Сорок соток миллионов. Чтобы это все проработать, нужно было хорошо поработать. У нас было все, и фрукты, и овощи, все выращивали. Все было. У нас было хозяйство, у нас были козочки тоже. Козочки. Козочки. Все у нас было, но сейчас у меня нет ни самого огорода. Сейчас я только пишу стихи, пишу картины. Вот, я по-практически художника-хобития. Вот, художник. И сейчас я занимаюсь вот именно только вот таким творением. Вот могу прочитать маленькие стихи. Прочитай. Это вот моя книга. Солнечный свет. Книга с моими иллюстрациями. Про осень. Лето быстро пролетело и умчалось в здании. За ним осень идет смело и немножко жаль. Жаль, что дни уже короче и длиннее ночь. Часто дождь по крышам строчит. Сон уходит прочь. А на утро тичья стая к югу полетит. Осень ярко-золотая за окном стоит. Интересно. Просто золотая. Ярко-золотая. Я как повточка ловицы убрала. Сейчас немножечко, но еще... Это еще у нас все впередет пока что. Еще у нас она не очень золотая. Продолжение лета. Осенью у нас всегда идут дожди. Поэтому еще маленькое стихотворение. Музыка дождя. Я слышу музыку дождя. Волшебной кистью дождь рисую. Приходят мысли мне не зря. Часичку радость рисую. Я мысль на ноты положу. Пусть задвучит она с рассветом. И радость жизни нахожу. Я в мире музыки и света. Весь мир из звука состоит. Цветами радуги раскрашены. За все душа благодарит. И все прекрасно в мире нашем. Благодарю. За все душа благодарит. Быть благодарным людям. И Господу. И у вас очень, да, вот это понимание, когда есть, все восстановится. Да. Ну, наверное, на этом пока все будет. Спасибо, дорогая. Спасибо большое. Ничего читать еще не хочешь. Тема осень. Мы, да, мы знаете, как сделаем. Мы с вами, я вот вам обещаю, мы проведем такое поэтическое мероприятие. И у нас придут и наши поэты Ставропольские. Вы с ними подружитесь, познакомитесь. И будете себя чувствовать вообще вот просто. Мы, я не пишу стихи. Для меня это вот прекрасные строки про осень. Мы двигаемся дальше. Мы сегодня с вами собирали вот такой вот урожай, да. И я говорила про интеллектуальный урожай. У нас плодов много. Сегодня вот сейчас пришел член команды 45-я Извилина. У нас команда ВОСОВС Всероссийского общества слепых, которые играют. Интеллектуальная команда. И вот Ольга Генриховна Иванова, победитель различных у нас мероприятий. Ну вот, Ольчка, мы хотим за активное участие в просветительской онлайн-акции про нас, проводившейся в рамках празднования Дня Ставропольского края, вручить вам диплом. Вот такой диплом. И, конечно, вот такая сова. Пусть радуются вы, ваш интеллект. И долго. Но на самом деле, дорогие мои, когда мы проводим такие акции, мне кажется, это акции толерантности, радости друг другу. Просто порадоваться, кто... Тут дело не в победе даже, а проявить себя в различных творческих конкурсах. Библиотека проводит их очень много. Обращайте внимание на наш сайт. Сайт очень простой. Задаете Ставропольская краевая библиотека для слепых. Она в городе одна и в крае одна. И выходит сайт, и все написано. И о нас, и что мы делаем. И новости, и написано план мероприятий. Вы его открываете, читаете, и переходите туда, куда вам интересно. Вот. Мы вас с радостью ждем. Здесь, конечно, старожилы мероприятия. Я благодарна людям, которые ходят постоянно, каждую пятницу. Несмотря на 90-летний возраст, Степан Сергеевич, каждую пятницу приходит. Низкий поклон. Спасибо вам. С любовью. Спасибо. И все же тут награды получать людям, да? Мы же тоже сейчас проявим наш интеллект. Итак, конкурс «Узнай овощ». Ольга Генгридовна, я не претендую на грамоту. Оставляйте ее. Слушаем вопросы. Этим овощем в Древнем Египте на строительстве пирамид кормили рабов, чтобы они не заболели. Чеснок. Чеснок. Интересно, мы вообще убили их в Древнем. Так, дальше, ребята. Плоды этого растения, овощей. Сейчас к студентам вопрос. Используют в рационе людей, больных с сахарным диабетом, с заболеванием почек и сердца, так как в нем задержится много солей и калия. Готовят из него и кашу, и варенье. И цукаты. А семена овоща используют как поливитаминное средство. Ищу им не с тобой. Тыква. Ну все, двойки, можете идти учиться. Дальше. Вот тыква, конечно. Юля проснулась. Молодец. Уже сказали. Да, молодец. Дальше. Русские женщины используют плоды этого растения для ухода за кожей лица. Они хорошо дезинфицируют, увлажняют кожу. Маски из мякоти устраняют веснушки. В плодах овоща содержится 98% воды. Агурет. Молодец. А еще лежит меж грядок свежий сладок на грядке зеленой, а в катке соленой. Ну что, засорили? Агурет. Какие самые определенные. Вот. Но это вкусно все. На самом деле очень-очень много у меня заготовлено игр. Ну и еще. Яна должна отгадать. Об этом овоще можно сказать так. Не по-хорошему мил, а по-милому хорош. Он и не сытен, и витамитами беден. Но когда нарезанный дольками лежит на тарелке, свежий, прохладный, сочный, от одного запаха создается прекрасный аппетит. Не зря римский император Тиберий требовал, чтобы ему всегда к обеду подавали только этот овощ. И знаете, что он придумал? Чтобы этот овощ у него был постоянно, да, в Риме. И мастера придумали ящики с рассадой поместить на колеса. Колеса поворачивали рабы, за солнцем следили. И вот весь день поворачивали, пока не созлил этот овощ. А родина его солнечный Китай. Ой, какой он вкусный. И маски делает. И воды много. Овощи, помидорщи, 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 огурцы, пять. Уже все, можете не идти на занятия огурцами. Сказали, уже все, медакадемия может без вас продажать за меня. Ну что, дальше по серьезней загадке. Это была разненька. Это древнейший корнеплод. Человечество употребляет 4000 лет. Он был известен древним грекам, римлянам. До 16 века считался деликатесом. В 17 веке стали разводить повсеместно. А в Германии по сей день из него делают кофе. И варят и сейчас. В 16 веке на Руси сок корнеплода считался целебным. Им лечили болезни печени, сердца. Внешний вид отличался от сегодняшнего. Потому что первый этот плод был беловатого цвета. И имел такой маленький куф. Молодец. Ваня. Бед морковь, да. Молодец. Так. Ну, интеллектуалы. Что от вас? Готовь. Еще одна загадка. Первое знакомство европейцев с этим куфом произошло в 1538 году. Книгу написал вернувшийся путешественник в Испанию из Перу. Овощ из Перу. Картошка. Картошка. Ну, все знали. Все знали. Не могу. С вами неинтересно. Интересно еще как, дорогие мои. На самом деле много-много сегодня мы узнали друг о друге. Смотрите у нас. Я так благодарна Ларисе Егоровне. Это такой вот человек, который, ну, мы, во-первых, все время утром приветствуем друг друга. Вы знаете, мне говорят, ой, там смс-ки. Ну, я считаю, несложно сказать человеку доброе утро. День пожилого человека отметить, что ты жив, здоров, что ты жив, здоров, и все со мной нормально. И не надо волноваться. И вот Лариса Егоровна, я вижу, объединила таких девиц, красавиц вокруг себя, да? А интересно, а мальчики есть? У нас-то мальчики какие-то хорошие. Есть, есть, мальчики. И мальчики есть. Ждем их мальчиков. Я вообще хотела команды даже. День пожилого человека. Обязательно, 29 сентября у нас пройдет День пожилого человека. Приходите. Пятница в 10. Да. Каждая пятница в 10 утра. Я вам говорю, если у вас есть какие-то предпочтения, заходите, смотрите план на сайте, лайкайте нас там. Смотрите, мы и ВКонтакте. Вот Злата Олеговна сегодня любезно ведет съемку. Контент-менеджер, который постоянно выкладывает в соцсети все мероприятия, все можете увидеть. Спасибо. Спасибо. На самом деле, дорогие мои, я хочу сказать, что сегодня сюрпризы не закончились. Но чтобы здесь не было каши, кто себя плохо чувствует или куда-то торопится, Дорогие мальчики, вы можете покинуть площадку. А мальчики, которые хотят принять участие в девичьем мастер-классе сотворения яблочных букетов, останутся вместе с нами. Вот. Можно? Да, слушай. Я тысячу раз прошу прощения, мужчины, подождите пока. Я еще никому. Я знала, что это совершенно не тема, что я хочу сказать. Но дело в том, что здесь студенты, и пока мужчины есть. У меня есть утворение, которое посвящено утворению. Если позволите, я почитаю его. Да. Наследники Победы. Мой дед, мой прадед воевал в том 41-м. Медаль за Будапешт его нашла. А до Берлина и дошел. Наверное, ведь у него контузия была. А дед мой воевал в Афганистане. Туда мальчишек родина сбывала. Их грузом 200, черные тюльпаны нам доставляли. Тогда такая миссия у них была. Черные тюльпаны, может, знают все, кто? Это самолеты, которые молодежь не знает. Это увозили ребят, привозили. Это самолеты назывались. На этих самолетах. А дед, а в Украине мой отец в войне. Вбонит все. Не волнуйтесь обо мне. Но мы же знаем, истины простые, что на войне бывает все, как на войне. Снаряды, ракеты бомбят города. Дома превращаются в пепел. Погибших хоронят в праздных местах. И жизнь превращается в небо. Фашисты стреляют, пытают и жгут. От голода люди страдают. В подвалах без света и пищи живут. Не просто живут. Заживают. Там русский народ и наша земля. Там насмерть бьются наши парни. Борьба за Артемовск, сожженный дотла. Там смертный ад. Огонь и раны. Ценою многих тысяч жизней Придет на нашу землю, на эту землю мир. А сохранить, чтоб честь отчизны Ту эстафету примем мы. Мы наследники победы. И нам беречь свою страну. Ведь наши прадеды и деды Нас защитили в войну. Знаете, ну чтобы я все понимаю. У меня тоже папа участник Великой Отечественной войны. И люди близкими служат И СВО, и потеря. Это все. Да, мы пытаемся мероприятиями, конечно, Не отвлечь, не остаться в стороне. У нас существуют группы. Став помощь. Мы все волонтерствуем. Делаем это все. И я понимаю, что вы, несмотря на возраст Это делаете. То есть, да, это не то, что там вот отвлекаемся, развлекаемся. Мы ощущаем эту травму, тяжелейшую травму На теле и Украины, и России. Когда она вот заживет. Я думаю, когда мы с вами полюбим друг друга. Не надо никуда бегать. Мне звонят, и мы расспрашивают. Вот, я хочу то-то сделать. Я говорю, вынесите мусор бабушке. Купите ей продукты. Это не так сложно. Не надо где-то там быть. Вот будьте в своем дворе. Уберите в своем подъезде. Посадите цветы в нем. И вот тогда Родина ваша начнется здесь и сейчас. Не надо никуда бежать. Мне говорят, ну это не там, и там. Там, потому что уже все вокруг сделано. Вот. Поэтому давайте вот мы с вами сегодня полюбим друг друга. Не надо пыркать и говорить, что ты не такой. Что у тебя кто-то не так. Вот увидел там ошибку. Ой, сейчас все, это трагедия. Ну то есть, дорогие мои, вот мы для того здесь и собираемся, чтобы подружились. Самая большая задача в библиотеке, чтобы мы все с вами были одним, единым целым. С ребятами, вот с молодежью уже это состоялось. Вот они промолтали все мероприятие. Вот. С пожилыми тоже, это костяк. Мне хочется видеть ваши лица всегда здесь. А добро, ну оно такое. Его надо как? Делать и кидать в воду. Тогда оно добро. Не надо ждать ни наград, ни почести, ничего. Вот и все. А молодые студенты, я думаю, примут эту эстафету, да? Вот, что-то. А чья это? А я думаю, что тут ищет у меня. Благодарю, как я ее не просто оптала саму. Так, ну мы сейчас начинаем потихонечку готовиться к мастер-классу. Добро пожаловать в наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok